Тыквы на прилавках и маски вампиров, мертвецов и вурдалаков. Сегодня во всем мире отмечается Хэллоуин. Как в Перворайске готовится к кануну для всех святых, расскажет Екатерина Котельникова. С моделью выбрали подобный макияж, но еще какие-то коррективы введу свои личные. Желающие стать вурдалаком, скелетом или мертвецом с утра приходят к Наталье. Работа стилиста на сегодня делает людей страшно красивыми. В преддверии Хэллоуина десятки горожан хотят изменить образ, да так, что от некоторых самых безумных идей приходится отговаривать. Я, конечно, да, я свои какие-то в любом случае вношу коррективы, предложения, потому что порой приходят с таким безумием, вроде как того, что либо ножницы вставить в голову, хотя у нас смотрятся картинок, но это же бутафорские ножницы в любом случае. Хэллоуин отмечается 31 октября в канун Дня всех святых. Считается, что этой ночью души умерших могут вернуться в реальный мир. Первыми праздновать его начали в Ирландии. На него принято наряжаться в мистические костюмы, чтобы защититься от злых духов и другой нечисти. Антонина на этот вечер решила перевоплотиться в скелета. Получилось больше, конечно, чем я ожидала. Это прям вау. Я думаю, что друзья приятно удивятся, потому что сегодня планируем провести вечеринку по поводу Хэллоуина. И я думаю, что я там буду самая такая, самая яркая. Любителей праздника ждут и в городских кафе, и ресторанах. В большинстве заведений сегодня тематические вечеринки. Они уже буквально покрылись паутиной. Запаслись они летучими мышами, пауками и руками мертвецов для подачи напитков. Меню особо мы не меняем на Хэллоуин, потому что для взрослых как-то это не очень интересно. Им интересно именно просто поприсутствовать, выпить прикольных коктейлей. А из еды, если только украшается какими-то жучками, паучками, ну, соответственно, это не настоящее. Конечно, главным атрибутом праздника являются фонарики, сделанные из тыкв. В них вырезают глаза, рот, а внутрь ставят свечу. Праздничный овощ можно найти и на рынках Первоуральска. Правда, сами продавцы предлагают его исключительно как продукт. Не знаю, если со школы бывает, там что-то делают, какие-то мероприятия, тоже покупают вот эти вот. Я даже даром отдавал, в прошлом году четыре штуки отдал, детей там что-то готовят они. Вот понимаете как? Какой-то праздник, да, может быть и этот праздник есть на самом деле. А в супермаркетах тыквы продают вместе с рецептами зелий. Продавцы помогают уральцам овощем украсить дом или офис. В интернете уже стартовал конкурс на лучшее оформление к Хэллоуину. Екатерина Котельникова, Денис Хромцов, Новости, Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова